Здравствуйте. Мишка есть, да? Да, что нас будет? Сюзанна, если житель Бурке и житель отжал бы сочин за саму старье и наименование, то есть, да? Ну, хорошо, мы берем с нас. Всё, запись идёт. Идёт? А, запись идёт. А этот мы ещё не открыли вход, да? Выходят ещё? Не, не идёт. Ссылку не дали, но там входа ещё. Разрушение ещё не дали, да? На вход. А чё, чё мешает? Вот травы сают. Остает, она едет. А там ничего не показывает ещё. Класс. Чё ему надо? Куда он подключить? А, вот мод подключить. Чё нужно нажать там, окей? Да, никуда у вас на траве, я вставляю. Там надо идти в революцию. Надо идти в революцию. То есть, отожди. Мы уже все эти проводы подключались. Мы уже другие проводы подключались. Нет, там занимались. Мы уже всё через семье. Сколько ты мы пошли в революцию. Есть ли что мы там пожелали? Миллиантный комплекс. Может мы продвигались. Может, у них все ещё разлили? Есть ли что-то? — Нет. — Есть ли что-то? Потом уже? Идет? А где ваши птицы? Интернет? 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 Выполните пояс. Что там не подключено? Вы что-то забрали? Убили ты на нему? Пожалуйста. Убили. 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 Санимайтесь куда-нибудь. Убили. У вас еще ручки нету, да? Чего живы? Продолжение следует... 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 Угу. Продолжение следует. 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 Ильинирует запланированную тренировку, что он поменял в конференции. А что это? Да, что это? Да, что это? Там у нас это есть дети. Скорее говоря, сейчас. Звуми подключаются, а? Нет. А что если войти? Все, ладно, я. Чай! Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Буду кушать. Сейчас и пологие сделаю. Они замечали технику? У нас же подковой же, пока на такой рабочий день еще Алло, здрасте, Лена. Здрасте. Да, я слышу вас. Слышны меня? Здрасьте, здрасьте. Я на участке. Нет. Получается, Казбей-Би 18 и 5. Да? Да, давайте. Сейчас, Казбей-Би поставим. Да. 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 Я не спортирую. Я спортирую. Сейчас что-то... Я спортирую. Я спортирую. Я спортирую. Я спортирую. Я спортирую. Я спортирую. Пойдемте. 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 допустимых выбросов загрязняющих веществ, программа управления подходами, программа производственного и экологического контроля и план природоохранных мероприятий. Все представленные материалы разработаны на период 2023-2026 года. По проекту норматива допустимых выбросов. В 2021 году ВМК Васильевского было получено положительное заключение экспертизы на проект реконструкции участков кучного вышелача и золота из руды месторождения Васильевска и получено разрешение на эмиссии по окружающей среде для объектов первой категории разработанных на 2021-2024 годы. Настоящий проект норматив допустимых выбросов разработан досрочно в связи с разработкой проекта площадка номер 5 кучного вышелачивания золота в рудной зоне вместимостью 900 тысяч тонн руды. То есть дополнительно строится еще одна куча, вкладывается из которой производится вышелачивание золота. Данным проектом предусмотрено строительство в границах действующей промышленной площадки карты номер 5, и двух складов для временного хранения геологического керта. Проектом ПДВ предусматриваются нормативы эмиссии по строительным работам и период эксплуатации по проекту площадка номер 5 кучного вышелачивания. Проведение работ по строительству запланировано в 2023 году. Строительные работы носят единовременный характер и воздействие от них на атмосферный воздух не предусматривается. Производственная мощность площадки кучного вышелачивания по переработке руды остается неизменной и составляет 500 тысяч тонн руды в год. В этом проекте нормативы допустимых выбросов учитывается на 2023 год выбросы загрязняющих веществ 23 номинований от 47 источников выбросов, из них 17 организованных и 30 не организованных. С 2024 по 2026 год строительных работ не предусматривается, и выбросы будут производиться также с 23 номинований, уже из 45 источников выбросов, из них 16 организованных, 29 не организованных. Нормированию подлежат в 2023 году 122,2 тонны в год, в 2024-2025 году 121 тонна в год, в 2026 году 116,5 тонн в год. На предприятии применяются различные типы полигазочистного оборудования. Всего по системам очистки подключено три источника выделения влезных загрязняющих веществ. Для очистки отходящих газов в корпусе сорбции на двух источниках выделения номер 103-104 установлены склобера, предназначенные для улавления цианистого водорода со степенью очистки 90%. По источнику номер 112 установлен батарейный циклон ЦБ-25 с КПД очистки 80% предназначены для очистки дымовых газов от летучей золы. В результате проведенных расчетов установлено, что на территории ближайшей площадки предприятия селитебной зоны, а также на границах установленной санитарно-защитной зоны по всем загрязняющим веществам при земной концентрации не превышает установленные гигиенические нормативы для населенных мест. По сбросам производственным процессом кучного выщелачивания предусмотрен замкнутый цикл по использованию воды и исключен сброс сточных вод в окружающую среду. Сброс промышленных стоков с установкой кучного выщелачивания проектом не предусматривается, предусмотрена система полного использования воды в водообороте. Хозбытовые стоки отводятся по существующей системе хозбытовой канализации в существующие очистные сооружения и затем очищенные стоки направляются в пруд накопитель технической воды используется для производства кучного выщелачивания. В связи с этим разработка проекта нормативы допустимых сбросов не предусматривается. Следующий документ это программа управления отходами. В 2017 году у ГМК Васильевского было получено заключение по проекту участок кучного выщелачивания ГМК Васильевская производительность В500-1000 тонн в год и получено разрешение на эмиссии для объектов первой категории. В составе этого разрешения были разработаны нормативы размещения отходов в производстве и потреблении. В связи с изменением экологического кодекса сейчас этот проект заменен на программу управления отходами площадки кучного выщелачивания. Этот проект разработан на период 2023-2026 год и соответствует статье 335 экологического кодекса Республик Казахстан. В соответствии с данными инвентаризациями на площадке на 2022 год образовывалось 11 видов опасных и 9 видов не опасных отходов. На предприятии организованы раздельные сборы, временные хранения отходов в специально отведенных местах, оснащенных специальной тарой. Все отходы, кроме переработанной воды, размещаются в контейнерах на специальных площадках. Программ управления отходами предусмотрено временное хранение отходов. По мере накопления они вывозятся специализированными организациями на утилизацию, но не реже одного раза в 6 месяцев. На предприятии утилизация отходов не производится. При выселачивании золотосодержащей руды, после полного извлечения золота, образуется отход, переработанная руда, хранение которой осуществляется в картах выселачивания. На площадке размещения куч выполнено устройство гидроизоляционного основания, исключающего загрязнение подземных вод, в мире и выделяющей территории. Под основанием этой кучи уложена геомембрана с защитным слоем. Отработанные лудные штабели не будут оказывать вредно воздействие на окружающую среду, и после их промывки и нейтрализации будут рекультивированы по дополнительно разработанному проекту рекультивации. Общая масса нормативного образования отходов на площадке УКВ составляет в 2023-2025 году по 501 тысячи тонн, а в 2026 году по 119 тысячи 119 тонн. Из них размещается в накопителях отходов по 500 тысяч тонн, без одной тонны, кроме извлеченного золота. Значит, это будет 499 тысяч, 999 тонн. И 118 тысяч 119 тонн передается на специ... А, это в 26-м году 118 тысяч. На специализированные организации передается 998 тонн в год. Следующий документ – программа экологического контроля. Значит, в целях проведения производственного контроля и мониторинга, значит, разработана данная программа, которая предусматривает мониторинг за всеми компонентами окружающей среды. Значит, в соответствии с этой программой осуществление мониторинга эмиссии атмосферного воздуха, значит, осуществляется инструментальным лабораторным и расчетным методом. Расчет выбросов производится, значит, предприятием, а инструментальные замеры проводятся специализированными организациями, имеющими в своем составе аккредиторные лаборатории. Всего программой контроля предусмотрено проведение замеров на источниках котельной, значит, два раза в год на корпусе сорбции на двух источниках ежеквартально один раз в год в четвертом квартале. Значит, мониторинг воздействия на атмосферный воздух на санитарно-защитной зоне осуществляется во втором и третьем кварталах, значит, в четырех точках на границе санитарно-защитной зоны. Значит, по результатам предыдущих исследований, значит, установлено, что во всех точках контроля по воздуху, значит, загрязнение атмосферного воздуха не превышает допустимых значений и установленных лимитов. По подземным водам проводится мониторинг воздействия по подземным скважинам, значит, расположенным, значит, на границе санитарной зоны площадки, у кого это четыре скважины, а также три скважины, заложенные в виде створа по потоку, ну, по ниже площадки кучного щелачивания. Отбор и анализ проводятся также аккредитовыми лабораториями. По результатам анализа за, скажем, 22-й год, значит, превышений загрязнения подземных вод, значит, и увеличение его не зафиксировано. Значит, почвенный покров. Также производится мониторинг его по четырем контрольным точкам один раз в год на границе санитарно-защитной зоны с привлечением аккредитовыми лабораториями. Результаты анализа показывают, что загрязнение почвы в районе расположения площадки УКВ не превышает предельно допустимых концентраций и не увеличивается. Традиционный мониторинг проводится один раз в год. Значит, в рамках этого мониторинга осуществляется контроль, значит, радиологический контроль добываемой руды, значит, что также является требованием по проведению добычных работ и, так сказать, обогатительных мест размещения отходов. Значит, превышений также не установлены. Значит, по отходам производства, с целью снижения негативного влияния отходов на окружающую среду, на предприятию ведется учет количества образованных и отправленных на переработку, значит, отходов, а также ведется организация сбора каждого вида отходов отдельно, соблюдается соблюдение условий кратковременного хранения и отправки отходов на специализированные предприятия. Мониторинг отходов ведется по факту образования отходов производства и его отгрузки. Значит, учет количества образованных и отправленных отходов производится один раз в месяц. Мониторинг эмиссии размещения и хранения отходов производится один раз в квартал и представляет собой контроль за количеством переработанной руды, размещаемой на площадке точного расчета. Значит, и последний документ в рамках заявки на получение разрешения – это план мероприятий по охране окружающей среды. Предприятием разработан план мероприятий, предусматривающий, значит, мероприятие по охране атмосферного воздуха, включающий пылеподавление на площадках проведения работ. Значит, также включены план мероприятия по охране животного и растительного мира. Значит, это озеленение и уход и содержание административной территории и санитарно-защитной зоны площадки кучевой щелачи. Мероприятия по обращению с отходами предусматривают, значит, сбор, учет и передач сторонним предприятиям отходов производства и употребления. Мероприятия по радиационной, биологической и химической безопасности предусматривают проведение исследований руды на радиоактивность. Также в плане предусмотрено проведение научно-исследовательских, изыскательских и других разработок. Значит, здесь они включают эти работы осуществление производственного мониторинга воздействия на окружающую среду по программе производственного и экологического контроля. Все предусмотренные мероприятия обеспечивают соответствие параметрам, допустимым санитарно-гигиеническим и экологическим нормам и принимаются лесообразными для осуществления дальнейшей деятельности площадки кучевой щелачи и пилоги МХ Васильевская. Все разработанные вот эти нормативные документы, они обеспечивают соблюдение всех экологических и санитарно-гигиенических требований и их выполнение обеспечит допустимое воздействие на окружающую среду эксплуатации площадки кучевой щелачи. Все, спасибо за внимание. Вопросы какие-то? Вопросы какие-то? Нет, спасибо. Все. У нас еще есть онлайн-участники, которые стоят в управлении в холодных ресурсах. У нас еще есть онлайн-участники. У вас есть эти вопросы? Вопросы, ответы. автомобилей Фары Показали Поломатно Сон Защит Не 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 Не